и сегодня мы расскажем о практически всем модельным кроссоверном ряде бмп я думал рампочка побольше будет и вначале просто не заметил низенько такая но все равно смотрится достаточный эффект это цирк специально для вас у вас 7 км в час я позидаю вас я боюсь я боюсь ребята все 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 мы едем на абсолютно новый бмв x6 третьего поколения всем привет меня зовут павел кореневский это команда автопанорама и сегодня мы расскажем о практически всем модельным кроссоверном ряде бмп ребят бмв любят на просторах всего бывшего советского союза в россии в казахстане в беларуси и сегодня у нас есть возможность покататься причем не просто покататься не просто там на расслабоне где-то в городе а припарковаться показать какая морда и так далее так далее нет мы сегодня на площадке где достаточно экстремальные условия где созданы там змейка шикана гараж где резкие повороты резкие торможения и мы сегодня покажем как работают умные системы driving safety systems то есть это целый ряд систем где abs и бд распределение в общем огромный огромный список как они работают у нас кроссовера начинается x1 x3 x5 x7 ну и фишка сразу забегая вперед ребят мы сегодня вам расскажем и про x6 про новый x6 а когда только-только приехал из франкфурта он будет здесь мы расскажем подробно про невероятные лазерные системы света об этом отдельно подробно давайте давайте начнем начнем самого простого x1 поехали у нас есть возможность проехать на всех автомобилях с полным приводом бмв и мы начинаем самый первый самый простой x1 она полный и мы будем наращивать x1 x3 x5 ну и надеюсь всем поехали поехали добавляем газка тормозим так шикан очка поехали змейка пошла классный дюзмейку ребят и гараж без проблем это тема вот так учитель детки мои а а возможность как раз посмотреть как работает полный привод как работает как агрегатирована коробка передач с двигателем как все это вместе работает я скажу что проектов вот по двухлитровые копейки единички x1 а между прочим 192 лошади а машина просто пуля машина тормозится и вот когда все четыре попытки проехали с чистыми конусами хотя скорость мы набирали и последняя попытка просто была на грани я думал что машину просто снесет свалит на пик с этого асфальта но я чувствовал хруст всех системы не только все эти антипробуксовочное торможение когда в гараже ты просто жмешь со всей мощи на педаль тормоза и ты чувствуешь как сама педаль отзывается и хрустит но самое важное это проезд вот этих змеев проезд шикан когда тебя заваливает ребят это не спортивная машина это совсем не спортивная машина это кроссовер с высоким центром тяжести что вы хотите вот машины которые не предназначены для скоростей но здесь вопрос как раз о безопасности как часто да и не часто пускай даже раз в год пускай раз за всю историю вашей машины когда вы столкнетесь с реально опасной ситуации когда вам нужно будет резко перестроиться резко сделать смейку резко сделать не знаю там разворот на 180 градусов и уйти от какого-то препятствия так вот убеждаясь отнюдь не для рекламы мы поездим и на x3 и на x5 и на x7 уже говорили с инструкторами что как про это все трассу я очень-очень сомневаюсь что мы вообще все эти конусы не позабиваем но речь идет о безопасности так вот раз в жизнь раз жизни этой машине или в вашей жизни эти системы которых хреново тучи и баварцы собрали их все чтобы не перечислять вот такую вот длинную длинную длинный список в одно название я не работу работает ну давайте дальше едем проверяем как работают системы как едет бмв итак снова у нас 20 192 лошади мы включаем режим спорт спорт итак у нас спорт и проверяем driving safety systems вау разгон так держись оператор не знаю что мы там потом посмотрим ребят это кроссовер это не спортивная машина мы сбили сейчас конус и тормозим смотри сейчас как а как меня педаль да я знаю история такая вот эти системы но во первых у нас адаптивная коробка передач то что сейчас делают премиум на все бренды и в данном случае баварцы здесь впереди планеты все конечно же это все подстраивается под вас вот в данный момент я скажу вам что эти дсс ходят с ума потому что мы их на силы мы реально их насилуем но в ситуациях когда у нас необходимо их работа они должны они должны вас спасти вот об этом идет речь итак мы на копеечке 2 0 и 192 лошади машина едет просто на ура просто чудесно да здесь мягко мягко обратите внимание мягко вот здесь вот эта история это пластик такой прорезиненный под кожу но это пластик прошит даже синенькой ниткой любую модель бмв берешь даже вот эту по идее бюджетную модели бмв x1 и она уже радует своим ну каким-то комфортом каким-то стилем что вот вам пластик да это пластик немножко громкий который сделан под такое не знаю кевлар да а здесь мультимедийный руль ну понятно здесь подрулевые переключатели в общем здесь все на месте как в большом взрослом бмв и конечно для нас для водителей главное получать удовольствие поехали опять мы постараемся не сбить конуса но скорость набирать больше еще больше мы сейчас едем 60 на три с половиной тысячи оборотов на самом деле мы не набрали там супер бупер все чисто вот видите всем сказали что мы проехали чисто здесь как раз x1 дарит действительно офигенский кайф от вождения вот просто ты едешь ни о чем не думаешь ты чувствуешь что вот системы работают где-то там они объединены еще раз повторюсь под этот dss driving safety systems и они делают свое дело и все ты думаешь ты не думаешь ты просто жмешь на педаль тормоза либо на педаль газа и это это то что нужно от машины поехали дальше сейчас пересаживаемся на x3 250 лошадей 250 лошадей посмотрим как едет дизель таких вот прямо скажем экстремальных условиях и 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 следующий уровень у нас дизель 250 лошадей поехали у как бы подхват дизельный просто кайф сейчас вылетим просто вылетим мы едем что скажет то есть мы проехали чистое набили руку на x 1 что сказать здесь дизель я не совсем понимаю сразу же вот сделав несколько таких попыток я не понимаю как агрегатирована коробка передач уже не знаю сколько там 7 8 или 9 ступеней я потом посмотрю гляну потому что ну вот инструкторы давайте спросим сейчас панели я вижу все на переднем то есть не надо же даже опускать а какая здесь коробка стоит 789 семерка ну то есть классическая семерка которая агрегатирована с дизелем 30 дизель и 250 лошадок ну что ж попробуем еще вопрос даже не в том как быстро проехать я повторюсь у нас кроссовер у нас высокие центра тяжести она пуляет просто как как звери оба я сбил а как классно смотри когда ты сбиваешь вот но мы ехали как раз в режиме режиме да мы же были в режиме спорт и конечно же вот этот вот первый толчок который дает дизель после бензиновая даже там мощных 192 лошади машинки ну ребят я люблю дизеля я люблю дизеля за их подхват и вот несмотря на то что сейчас коробка 7 диапазона сходит с ума потому что надо активно должна подстроиться под водителя она должна знать когда переключается на выше как быстро переключать даже в режиме спорт максимально возможным спортивным режимом переходим дальше мы поменяли уровень следующий level это бмв x5 здесь все совсем по-другому никак x1 никак в x3 естественно здесь все уже электронный руль систему настройки и у нас следующее приключение в данном случае у нас будет кружочек по так скажем пересеченочке потому что наш инструктор тут прав наш инструктор что 99 процентов людей которые покупают кроссоверы в общем то вообще все кроссоверы будут x1 x3 x5 x7 x6 они никогда не выезжают на пересеченку они на самом деле и даже не нужно ехать в грязи но эти машины понятно в глубокую глубокий оффроуд и не нужно отправлять но вот сейчас мы проверим эти самые dsc driving safety systems уже на более другом уровне и на уровне x5 ну во первых все здесь радует просто вот кайф полный в новом x5 обратите внимание на этот хрустальный хрустальный переключатель автоматы да то есть он со всех сторон просто блестит причем эта тема хрустальности на даже громкости да посмотрите вот тоже здесь элементы хрусталика переключателя громкости конечно здесь уже немножко другое понятно x5 любит у нас бмв помните бумер черный бумер а целый фильм целая легенда огромное количество фанатов которые меняет x5 старый на x5 новый и чтобы не делали немцы чтобы не делали баварцы они будут делать все лучше и лучше про виртуальную панель приборов которая перед нами я говорить не будут и естественно эта история обязательно давайте посмотрим что нам там вам сказали держаться 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 за воздух едва крутые ребята соблюдать дистанцию соблюдать безопасность вот ну пока нам просто показывают кружочек видим что здесь можно делать а здесь у нас пошла гравичка гравичка да и нам показывают как учим скажу я вообще не чувствую вот понятно что бэхи все новые бэхи будто там естественно там седаны кроссоверы они сделаны первую очередь для асфальта чем подвеска настроена и на те самые автобаны когда ты едешь 220 250 максималка ограниченной электроника 250 ездили знаем кайф получаешь вот это вот за окнами у тебя летит вот умеете на гравички какой тут понятно ну какую тут оффроуд по травке проехать и по песочку и по градю но очень мягко мягко идет машина очень нежно так у нас здесь явно дизель здесь машина есть как 3 литровая дизель так и 4 литровая бензиновая обязательно пройдемся потом на бензине посмотрим потому что я слышу как как у нас тух-тух-тух наш дизель ок а мы вот посмотрите мы поднимаемся на самую высокую точку логойска здесь логойске у нас горы отсюда сколько раз мы на лыжах 5 интересно по самой горочки как я называю лысух мы проедем силе не знаю пазырем чё нам там приготовили а я проанонсирую сразу историю мы обязательно расскажем вам про то как действует здесь две штуки во первых здесь пневматическая подвеска которая меняется каждым делением на два сантиметра так вот мы сейчас повышали повысили клиренс на два сантиметра сейчас понизили разницы range 8 сантиметров то есть мы можем соответственно если мы едем по оффроуду максимально повысить клиренс если вы на трассе максимально понизить и еще одна фишка которую я вам расскажу это хил асист красота как и посмотрите мы выше елей мы выше елей просто офигенский кайф смотрите туда это та самая высокая итак мы сейчас включаем наш хил контрол причем были у нас знакомства с этой системы фишка такая ну не знает для ленивых вообще машины все больше и больше становится для ленивых как сказал наш инструктора система полного привода она не просто там x drive она уже там intelligent x drive то умный x drive и понятно она вся на электронике и он сказал даже не думайте как она работает она просто работает быстрее чем вы можете подумать быстрее чем вы можете отреагировать мы обязательно будем да это мы посередине максимум до максимум консвич то есть мы повысили пневмо нашу подвеску до максимум и включили hill assist так вот мы обязательно будем и на рампе и покажем что вот этот умный полный привод естественно без любого вашего подключения включает те колеса которые максимально соприкасаются с землей но это принцип который уже давно сначала его использовали и разрабатывали системы халдекс помните audi делала свой квадро системы больше механически сейчас все это просто на маленьких таких вот маленьких таких вот каких-то миниатюр ниши где-то вы так и там стоят и и думают за нас они все больше и больше все лучше и лучше думают понимаете вот рассказывать как работают включен у нас да включен у нас и мы можем регулировать сейчас подожди мы оттолимся мы можем регулировать скорость все вот я отпустил обратите внимание я все педали все мои ноги не трогают педали я могу пальчиком смотрите регулировать скорость мы сейчас едем со скоростью 5 метров в час скорость 7 километров в час и машина сама без любого вашего участия притормаживает распределяет тормозные усилия распределяют эту самую умную систему полного привода здесь мы едем как раз по трассе зимой боковой отворот от основной трассы но поверьте здесь набираешь вполне приличную скорость ездила мира вот там у нас где-то посмотрите последняя машинка у нас группа три машиночки последняя машина где-то потерялась что-то она тормозить слишком медленно ели вот такая классическая история то к чему учат нас современная машина ты просто можешь а то есть так курить болтать и так что мы а где мы а как мы мы едем на горочке мы едем по гордолыжной трассе мы даже не думаем что делает машина за нас мы не трогаем не педали газа мы не нервничаем то есть ну я такая классическая блондинка сейчас блондинка которая не умеет ничего ребят точнее девчат блондинки я вас сейчас люблю обожаю а обожаю но я сейчас будет вот и это современные автомобили кайф который дает x5 вот в таких вот условиях те самые driving safety systems то о чем мы с вами говорили и на первом участке и на x1 и на x3 вот сейчас на x5 это работает это работает это не напрягает вы даже не думаете что там происходит все все за вас все продумали вот эти вот . удосы ботаники которые там что-то там склеивали экспериментировали и тогда но анонсирующая систему я всю ночь перед этой поездкой читал историю про абсолютно новую разработку это лазерный свет точнее расскажу что как правильно называется так вот еще пять лет назад это было достоянием умных знаю там профессоров студентов обсуждали в университетах писали диссертации научные писали курсовые работы а сейчас это все уже работает в реальном автомобиле это работает кстати в топовых версиях x5 лазерный свет где мы говорим о дальнем свете очень хотелось бы проверить как он работает мы сейчас на расслабоне спускаемся с стебуна нашего обходного горнолыжная трасса и просто получаем кайф кайф от осени кайф от нашей белорусской природы логойские горы отдельная история вспомню здесь проходил когда ледник вот он таких интересных гор надел и необычная история сам логойск как бы окружен такой чуть ли не воронкой кратером таким большим и поэтому посмотрите перепады очень большие перепады по высоте мы были выше ели сейчас стали ниже ели и абсолютно я вот не чувствую сейчас гравеечку эти по песочку сейчас песочку мы сейчас спускаемся со скоростью 11 километров в час не горнолыжной скоростью понизим историю нашу давайте вот просто для интереса посмотрите как все работает мы понижаем разный уровень сделать при текущей скорости руководство по эксплуатации то есть нам нам нужно или на скорости это делать ну вот видите кто когда-нибудь давайте только во время стоянки вот 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 пример сколько людей вы когда-нибудь в бардачке видели у вас есть таки глянем здесь есть есть вот пожалуйста большая толстая инструкция с x5 на немецком языке мы то ездим с вами на немецкой машинке кто-нибудь в нее заглядывал скажите в инструкции хоть раз может когда там крутить надо крюк мы не знаем где он находится такую сторону он крутится но сейчас естественно все машины мы видим что можно сразу же воткнуться мы сразу же видим что нам инструкция подсказывает здесь но целях безопасности тексты отображаются только во время стоянки вот абсолютно правильно по-немецки не знаешь встань изучи ситуацию поэтому не у подвес мы поменяем чуть чуть позже очередная дисциплинка очередное так скажем приключение на трасс вывешивание честно говоря думал рампочка побольше будет и вначале просто не заметил низенькая такая но все равно смотрится достаточно эффектно да у нас здесь показана работа раз полного привода но такое вывешивание раз можно устроить практически на любой трассе когда вы съезжаете с асфальта и находите какую-нибудь там кочечку то есть два колеса два колеса по диагонали должны вы здесь вот показаны как раз на рампе она разведена как раз здесь сделано ровно по базе то есть заднее колесо максимально становится на одну на одной рампе и переднее колесо становится на другой и вы видели вот мы вам покажем обязательно и вы видите как на самом деле можно фактически руками даже раскачивать машину двигать ее но самое главное это конечно то что пятерка это чем я говорил вот этот умный а интеллигент x-drive даже не думайте он сам перераспределяет тормозные усилия он сам делает за вас все так что давайте понаблюдаем внимательно как это происходит как это на самом деле у нас инструктора сегодня полик капа привет копа право 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 так и мы сейчас рампочку делаем рампочку уже из машины это раз барда важно так есть по воле заставим газа констант газ науя лизинг дэспит так как он статки птичок переключается на смотрите смотрите еще так немножко направо смотрите как все это дело действует у нас изнутри а террас бенджем покачать муфы мягко 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 так нам надо 5 5 сантиметрика вот сейчас смотрите мы неплохо неплохо смотрите мы качаемся муфы муфы Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, ребята, у нас следующий уровень и мы на X7 Свежая абсолютно модель У нас сегодня здесь на выбор дизельные, дизельные тачки 3.0 И мы выбрали 5.0 с M-пакетом Ну, сразу же первое впечатление, это настоящий сарай Обратите внимание на вот этот огромный длинный ряд Да, то есть 100% эта тачка делалась для Америки 100% вообще вопросов нет Ладно там Россия, ладно арабский эмириад Ребят, это сугубо американская тачка И вот даже по первым метрам я чувствую подвеску Мы пересели с X5 на 7 и я уже слышу и чувствую вот эту вот раскачку Пневмоподвеска, естественно, пневмоподвеска Значит, базовая история с пневмоподвеской Клиренс 220 Мы можем понизить на 4 сантиметра вниз И повысить на 4 сантиметра вверх Классную фишку, кстати, нам рассказал инструктор 1 Что BMW делает подвеску и клиренс с запасом То есть, если вы куда-нибудь засели И вам не хватает вот даже вот этого максимального 260 миллиметров, 26 сантиметров Машина сама, я говорю, а где кнопка? Кнопка есть? Я говорю, кнопки не надо, BMW делает все Чтобы вам ничего не надо, ни каких кнопок Машина сама немножко-немножко чувствует Что надо сделать клиренс выше И она это делает По поводу полного привода отдельно Вот пимпочку мы поговорим Мы сделаем обзор Работа полного привода И отдельно расскажем про оффроуд пакет Что такое спорт оффроуд пакет на всех BMW Отдельная история, смотрите на нашем канале Ну, дальше Я боюсь, я боюсь Ребята, все, 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 все Мы едем на скорости 95 километров в час Мама, мама Мы включаем полосу, контроль полосы движения Аллилуйя Вот она, вот она активная система Все, все, если еще хил контрол здесь включить Можно, ну, просто забыть про то, что вы за рулем Про то, что вы, вы вообще водитель Ребята, мапфура, я боюсь Мапфура, КамАЗ И ну, мамик у вас со всеми умными все сделает Но, опять-таки повторюсь Вся эта штука Вся эта штука Как раз предназначена для вашей безопасности В ситуации, когда вот мы сейчас просто в обычной полоске Где очень узкая, где, видите, ездят фуры И, конечно, нам, ну, бывает Чуть зазевался, да? Бывает Я думаю, что в ближайшее время мы проведем отдельно Не просто такую покатушку в рамках X-Drive Отдельное знакомство с X-7 Но самое интересное, конечно, и самое вкусное Нас ждет дальше Потому что мы познакомимся с премьерой Свежайшей премьерой, которая несколько недель отгремела на Франкфурте Блям! Найдите, пожалуйста, нас, наши репортажи С франкфурсного автосалона Специальные репортажи о панораме На нашем YouTube-канале Много премьер, много интересных Все, что втыкается в розетку Ну, сейчас такой тренд Но, тем не менее, видите, BMW продолжает историю С большими, мощными движками Ребятушки, 5.0 М-пакет Давай не... И сегодня у нас рассказ про абсолютно новый BMW X6 3-го поколения Буквально на днях состоялась премьера на Франкфуртском автосалоне И к нам, в Беларусь, в Россию, в Казахстан Машина должна появиться где-то в ноябре, в конце года В первую очередь появятся автомобили с четырьмя двигателями Машина изменилась, изменилась по сравнению со вторым поколением Изменилась и в размерах, стала чуть длиннее Стала, кстати, чуть ниже Вот эти 6 миллиметров, мы говорили со специалистами и с журналистами Они заметны, они визуально заметны То есть то, что она стала ниже Блин, ребята, это чувствуется Найдите нас в соцсетях, ваши любимые, будьте в Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram Даже канал в Telegram, паблик есть в Viber Просто найдите, делите впечатлениями Что касается нового X6 Ребятушки, ну спрашивайте, спрашивайте в комментах, что вам интересно Машина абсолютно новая Машина для нас пока третье поколение, имеется в виду, мало изучена Поэтому, конечно, мы сами еще будем делать тест-драйв Мы обязательно найдите плейлист нового проекта команды Автопанорамы Автопремиум, это тест-драйвы, обзоры, цены, комплектации, премиумных тайчик Все, что вы там, пожалуйста, Porsche, пожалуйста, Audi, пожалуйста, BMW Обязательно наши ребята, наши тест-пилоты расскажут Ну, конечно, присоединяйтесь к нашей большой, огромной команде Автопанорамы Меня зовут Павел Кореневский Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok